Позволит ускорить темпы строительства жилых домов и социальных объектов. На Сургутском домостроительном комбинате появилась новая и современная техника. Приобрести ее предприятию помог Фонд развития Югры. Какие перспективы открывает переоснащение, знает Светлана Круковская. Оборудование негабаритное, но очень производительное. На нем можно изготовить до 150 тысяч квадратных метров жилья в год. Это треть всей мощности завода. Испанская линия на Сургутском домостроительном комбинате появилась благодаря поддержке Фонда развития Югры. Это испанская линия безопалубочного формования, которая позволяет внедрить нам новую технологию строительства. Более масштабные конструкции делать, производить. Это, соответственно, качественно отразится на строительстве не только жилищного строительства, но и школ, садиков, где есть необходимость в больших пролетах, в больших помещениях. Теперь железобетонные плиты в регионе будут производить новым методом – безопалубочным. Это основная технология современного сборного каркасного строительства в России и за границей. Новое оборудование на заводе в Сургуте позволит ускорить темпы строительства живых домов и социальных объектов. Сейчас мы работаем на несколько городов, там, Монсильск, Кутинский район, Критюжанский, Швейзвардский район, Галур, и вот все будет основной базовой. Обновляем основные фонды, производственные мощности, оборудование. Завод основан в 70-м году прошлого века. Когда-то он был одним из крупнейших предприятий в Советском Союзе с производственной мощностью полмиллиона квадратных метров жилья. Комбинат в Сургуте возрождает. Предприятие полностью отказывается от старых и переходит на новые технологии. Уверяют, улучшится не только производительность, но и качество продукции. Параллельно также нами полностью автоматизирован узел бетоносмесительного производства. Произведено обновление новым стандартным качества лаборатории, что позволяет выпускать более качественную продукцию практически с погрешностью 0,01 на брак. На производстве задействовано 340 человек. В ближайшее время к работе на заводе привлекут еще 140 специалистов из числа заключенных, отбывающих наказание за легкие преступления и средней степени тяжести. Комбинат и УФСИН планируют заключить официальное соглашение. Светлана Круковская, Вести Югория, Сургут.